Продолжение следует... Я надеюсь, что среди зрителей канала много самозанятых. Я вас приветствую, этот ролик для вас, и надеюсь, что его содержание будет полезным. Сначала о новостях, которые меня заинтересовали. Некоторые зрители знают, что с начала 2019 года в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане проводится эксперимент по сбору налога для самозанятых. Сообщаю, что с 1 января 2020 года действие этого эксперимента расширяется еще на 19 регионов страны. Я их перечислю. На Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинские области. На Красноярский и Пермские края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югру, Ямал-Ненецкий автономный округ, а также на Республику Башкортостан. Вторая новость о том, что 10 декабря был опубликован интересный аналитический обзор Рейтингового агентства Национальной кредитной рейтинги. Он называется «Невидимые граждане» с подзаголовком «3 триллиона рублей вне поля зрения Федеральной налоговой службы из-за теневой занятости». На этот обзор уже сослались Рио-Новости и был соответствующий сюжет на телеканале РБК. В статье Рио-Новости приведены цитаты из обзора. Далее я буду цитировать отдельные фразы из этой статьи. Общее количество неформально занятых, то есть самозанятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 миллионов человек, или 18% рабочей силы страны. Рейтинговое агентство провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России. Для оценки использовались данные Федеральной налоговой службы о заработной плате, с которой уплачен налог на доходы физических лиц НДФЛ, а также данные Росстата о занятости в экономике. По оценке Федеральной налоговой службы в стране насчитывается 58,9 миллиона человек, которые платят НДФЛ. А по данным Росстата количество работающих составляет 72,3 миллиона человек. Получается, что работающих на 13 миллионов больше, чем платилищиков налог. По мнению рейтингового агентства, основной причиной расхождения является теневая занятость. Агентство выполнило оценку недополученного дохода бюджета к всех уровням. При этом считалось, что каждый неформально занятый, то есть самозанятый, получает среднюю зарплату в своем регионе. В результате получилось, что недополученный доход бюджета всех уровней составляет около 3 триллионов рублей. 9,1 триллиона рублей НДФЛ плюс 2 триллиона рублей взносов во небюджетные фонды. Это очень большие суммы. Для сравнения я вам скажу, какие суммы налогов без учета страховых взносов за 2018 год перечислили в бюджет 3 известные компании. Роснефть – 2,5 триллиона рублей, Газпром – 1,8 триллиона рублей и Лукойль – 1 триллион. А ведь эти компании платят не только налоги на зарплату, но и другие. Получается, что в обзоре самозанятых уравняли с нефтегазовыми гигантами нашей страны. И тем самым показали ущерб государства от уклонения самозанятых от уплаты налогов. Но это одна сторона медали. Есть, конечно, и другая. Я считаю упущением составителей обзора то, что они здесь же не оценили ожидаемый ими вклад самозанятых во внутренний воловой продукт России, сокращенно ВВП. Определить его очень просто. Все знают, что ставка налога на доход физических лиц составляет 13%. По этой ставке и указанной величине неполученных бюджетами 900 миллиардом рублей налога можно определить вклад самозанятых в создание волового внутреннего продукта страны, сокращенно ВВП. Для тех, кто забыл, ВВП – это совокупная цена всех товаров и услуг, которые производят население страны за один календарный год. Для справки. Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах около 103 триллионов рублей. Наша страна находится на 50-м месте по величине ВВП на душ населения. Так вот, в результате арифметических действий мы определили вклад самозанятых в ВВП страны. Он составляет почти 7 триллионов рублей. Много это или мало? Известно, что «Газпром» – это наше все производит около 8% российского внутреннего волового продукта. Всего-то на 1% больше вклада самозанятых. Но если внимание и средства государства достаются «Газпрому», то самозанятых никто не поддерживает, им достается только негативное отношение к их существованию. Все, кто относится негативно к их деятельности, должны понимать, что нежелание самозанятых платить налог на доходы и сборы во внебюджетные фонды имеет причины. Как физические лица, они должны с каждых 100 рублей дохода отдавать государству 43 рубля. Это 13% налог на доходы и 30% фонды. В пенсионный фонд 22%, в фонд обязательного медицинского страхования 5,1% и в страховой фонд 2,9%. В результате самозанятым остается 57 рублей. Вряд ли человек, получающий наличные деньги на руки, будет их класть в два разных кармана, в свои государственные, особенно когда доходы небольшие и они тратятся в основном на питание. Составители аналитического обзора отмечают, что основная масса самозанятых сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Это я процитировал. По их мнению, цитирую дальше, специфика работы самозанятых в этих сферах деятельности такова, что, цитирую, государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия на данную категорию граждан. Составители обзора также полагают, что любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере. Мне кажется, что в результате публикации этого аналитического обзора отношение к самозанятым не улучшится. Они этого не заслуживают. Ведь неформальное занятость в России вызвано не налогами, а дефицитом рабочих мест с хорошей зарплатой. Сейчас уже почти не вспоминают о планах государства к 2020 году создать 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест для повышения производительности труда. Планы развеялись как дым. В стране большое количество рабочих мест с низкой зарплатой, которой не хватает на достойную жизнь. В результате многие работающие люди просто вынуждены не только заниматься подработкой в свободное от основной работы время, но и полностью переключиться на самостоятельную работу без работодателя. Так они становятся самозанятыми. Конечно, нельзя сказать, что производительность труда у этих самозанятых высокая, но другой работы для них нет. По моему мнению, самозанятый – это труженик, который создал рабочее место сам для себя, без участия работодателей и бюджетных средств государства. Я вот тоже создал себе в этом уголке рабочее место и выполняю свою работу по созданию видеороликов. Это инициативный человек, который полностью адаптировался к рыночной экономике. Он использует свое знание и умение для получения дохода. Он владеет средствами производства и не нуждается в помощи государства. Полученные в результате своего труда деньги, самозанятые тратят на покупку товаров и оплату услуг, а не выводят их за рубеж. Он создает спрос на товары и услуги в своей стране и тем самым стимулирует производство. Своим трудом 13 миллионов самозанятых кормят не только себя, но и свои семьи. Если семья состоит из трех человек, то это еще минимум 26 миллионов. Итого не менее 39 миллионов жителей страны стали жить лучше без помощи государства за счет работы самозанятых. Надо отметить, что у самозанятых необходимые средства производства для получения дохода находятся в их частной индивидуальной собственности. Как написано в экономической литературе, есть положительные стороны наличия частной собственности на средства производства. Я приведу только некоторые из них. Во-первых, это приводит к наиболее эффективному развитию экономики. Во-вторых, стимулируется занятость и самоэксплуатация собственника, ведь его доход напрямую зависит от того, как он организует свою деятельность. Поэтому он сам регулирует свой режим труда и отдыха, вид деятельности и тому подобное. В-третьих, рынок развивается за счет включения в его деятельность новых участников, которые предлагают различные товары и услуги. Таким образом, растет ассортимент и число участников рынка, следовательно, развивается конкуренция. В-четвертых, целью деятельность собственников является получение дохода, и лучше повышенного, конечно. Это будет стимулировать увеличение накопления населения и в перспективе приведет к увеличению спроса на товары и услуги. Возможно, расширение производства товаров с привлечением дополнительной рабочей силы и увеличением занятости. В-пятых, растет квалификация и профессионализм собственников, так как для ведения собственного дела необходимы специальные навыки, опыты, знания. Конечно, есть и отрицательные стороны частной собственности на средства производства. Самое главное из них – высокий уровень риска. На рынке товаров и услуг имеется конкуренция с большим количеством участников в прибыльных сферах. Также существуют административные барьеры, изменения налогового законодательства, худшую сторону и переоценка своих сил. В результате часть собственников не получает дохода, а несет убытки и разоряется. Вы, наверное, помните историю с увеличением НДС на 2%. Хотели сделать как лучше для увеличения налоговых поступлений, а получилось как всегда. Да. 600 тысяч малых предприятий их ветром сдуло вместе с налогами, а их работники пополнили ряды самозанятых. Как говорится, у нашей страны свой путь, а у предпринимателей свои риски. Меня впечатлило количество самозанятых, которое указано в аналитическом обзоре. Это 13 миллионов человек. Все эти люди непосредственно работают в рыночной экономике и непосредственно связаны с потребителями товаров и услуг. Среди них, конечно, многих людей, которые работают еще по старинке, ремонтируют машины, холодильники, квартиры и тому подобное. В основном они работают руками. Их услугами пользуются люди, которые своими руками делать не могут ничего, или у них просто нет времени. Здесь хорошие мастера просто передаются от клиента к клиенту, и им даже, то есть самозанятым, реклама не нужна. Это касается и многочисленных репетиторов для нерадивых учеников при учебе в школе и при подготовке их к поступлению в институты. А есть самозанятые, которые в своей деятельности используют сайты и интернет-магазины для продажи различных товаров. В настоящее время много самозанятых, которые используют многочисленные сервисы, доступные в интернете. Кстати, некоторые сервисы и различные приложения для смартфонов тоже разрабатывают самозанятые. А вот мы с вами пользуемся платформой YouTube. Создаем видеоролики, размещаем их на YouTube. Рекламодатели размещают на наших видеороликах рекламу, а YouTube делится с нами полученным доходом. Все замечательно. Но есть один нюанс. Многие сервисы и платформы, которыми пользуются самозанятые, расположены в других странах. А в нашей стране есть люди, которые мечтают создать суверенный интернет, чтобы исключить негативные влияния некоторых стран на наших граждан через глобальный интернет. Если они повернут этот воображаемый рубильник, то многие самозанятые, а среди них много молодежи, лишатся своих доходов. И придется им идти в Центры занятости населения. Там их зарегистрируют в качестве безработных и будут выдавать каждым месяц пособия от полутора до восьми тысяч рублей в зависимости от зарплаты. Но это только на срок от трех до шести месяцев. В Москве такие центры есть в каждом административном округе. У кого развито воображение, то они смогут себе представить, как в какой-то день во все центры занятости Москвы придут все самозанятые, лишившиеся доходов. Но вы заранее не переживайте. Возможно, скоро создадут глобальную сеть интернета в космосе. И вы будете иметь доступ непосредственно через ваш смартфон. Ставьте лайки и подписывайтесь, если считаете информацию в ролике полезным. Будьте здоровы! С вами был Александр Закурдаев. Субтитры создавал DimaTorzok